Навального посадят в любом случае просто потому, что он, так же как и Ходорковский, борется с теми, с кем не принято бороться. Ну, с царем-батюшкой, кто же у нас борется? И Навального посадят, даже если он просто перешел на красный сигнал светофора по пешеходному переходу. При этом ровно за неделю до оглашения приговора по Навальному было оглашено аналогичное дело по руководителю Волгоград-Автодора. Он с подельником в течение нескольких лет украл 64 миллиона рублей, в отличие от Навального, которым комбинируется порядка девяти. И руководитель Волгоград-Автодора признался, свою вину признал, суд его полностью изобличил, доказательства удовлетворили обе стороны. И за кражу 64 миллионов рублей из бюджета руководитель Волгоград-Автодора получил пять лет условно, а его подельник получил четыре года условно. Дело один в один похоже на дело Навального, при том, что разница. Навальный не был административным лицом, он не работал, он был консультантом, у него не было никаких полномочий. Ко всему прочему, дело закрывалось несколько раз по Навальному именно потому, что там нет никакого дела. Ну, сшито белыми нитками. Но если разбирать хотя бы просто фактическую сторону, которую нам выдают, 9 миллионов здесь и 64 миллиона там, там условный приговор, а здесь попытка посадить совершенно конкретно. Это говорит о избирательности нашей власти. Ко всему прочему, наш суд, единственный суд в мире, где официально написано, судья имеет право судить по закону и по личному убеждению. То есть здесь личное убеждение судьи приравнено к букве закона. Это говорит о том, что наш судья легально имеет право не использовать закон в вынесении решения. Поэтому там людей не осудили, дав им условный срок. А здесь во что бы то ни стало, не имея дела, будет, конечно же, срок совершенно конкретный. И Навальный в качестве мэра Москвы, это, конечно, было бы победой, причем победой для всей страны, потому что это ломает систему, систему назначения. Но Собянин это все-таки часть той самой системы, которую сокрушить одному Навальному очень тяжело. Что жалко, потому что эту систему пора менять. Продолжение следует...